это программа игра в классике программа людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер мы похоже знаете ли привыкли к тому что российское телевидение превратилась в парад уродов хотя кто-то со мной не согласится кто-то скажет что я слишком груб но позвольте откуда все эти пошлые вульгарные люди орущие друг на друга продающие себя и продающие других родину в том числе почему снова и снова нам показывает кунст камеру в которой обсуждают а украины то очередное наследство и обязательно надо сделать тест днк но похоже мы действительно привыкли хотя порою ощущение от российских медиа такое будто попал в рассказ пелевина девятый сон веры павловны очень хороший рассказ тот где сюрреалистический сон происходит в потоке фекалий ну практически все как у нас на телеэкране и вот спасаясь зритель бежит в интернет но там еще больше грязи однако согласитесь к этому мы тоже в общем то привыкли вот сейчас очень редко спрашивают какая твоя любимая книга ну вопрос этот не актуален однако если бы спросили меня то я бы ответил что одна из самых любимых это американский психо bretta истона эллисон вот этот мощный и очень страшный роман он об успешном менеджере соу стрит который свободная от финансовое пикурейство время занимается тем что пытает насилует расчленяет то ли фантазиях то ли в реальности а попутно размышляет о массовой культуре убийц роман этот издан в 1991 году и сейчас выглядит но как инструкция по применению ведь конечная стадия такого общества того общества что вокруг нас с вами это пожирание друг друга причем пожирание это каннибализм должен происходить обязательно в прямом эфире кого-то коробит ничего привыкните привыкните потому что вас к тому грамотно подготовят вот механизм этой подготовки своего рода еще в семнадцатом веке описал православный преподобный нил сорский вот что он писал сперва возникает представление помысла или предметом прилог потом принятие его сочетания далее согласие с ним сложение за ним порабощение от него пленение и наконец страсть так нил сорский писал о том как прилепляется грех посмотрите буквально неделю назад стартовал сериал под названием чикатило снял этот сериал режиссер сарик андреасян горе режиссер которые работают очень много в разных жанрах боевики комедии но все выходит одинаково плохо а вот роль чикатило в данном сериале исполнил дмитрий нагиев ну как исполнил проходил с одним и тем же лицом показывая некий потуги маньяк очень поверхностно однообразно и пусто вот точно также никак нагиев сыграл в другом фильме андреася на непрощенную это фильм о трагической судьбе виталия коллоева потерявшего в авиакатастрофе семью ну что тут скажешь похоже что от таланта нагиева когда-то очень классно сыгравшего чеченского командира в ленте чистилище остались совсем кровь и вот от чистилище он перешел к чикатило ты с волны не уходи мы с тобой поговорим когда ты умирать будешь вот тут стоит сделать небольшое отступление возможно вы заметили но в любом случае обратите внимание на новую моду в российском кино когда фильм сериал ну любую ленту называют именем знаково человек например стрельцов цой теперь вот чикатило да и многие многие другие это очень выгодный бизнес взять культовое имя и быстренько слепить такой себе кино фастфуд сделав на нем приличную кассу потому что идут не на кино она имя а вот когда начнутся претензии создатели начинают оправдываться ну вы чего причем тут со и причем тут стрельцов да не вообще ни при чем все совпадения случайно это художественное кино но простите тогда для чего вы дали такие названия объяснение очень простое чтобы бабла быстренько срубить но ведь вот чем опасность именно так через эти нейминги зрителю подсовывают симулякор который со временем утвердиться как истина мол знаете ли такими они были вот как в фильме стрельцов и цой при этом срабатывает чудовищный эффект именно что чудовищный потому что цой благодаря таким горе создателям как бы мельчает а вот такие как чикатило наоборот возвышаются потому что в человека зло входит гораздо легче чем благодать теперь делаем реверс обратно к теме программы основной тем вот окно овертона тут в этом восхождении маньяков на олимп распахнула ксения собчак на самом деле неважно она или кто-то еще потому что имя им легион но тут ксения анатольевна постаралась свою программу она пригласила не люди известного как скопинский маньяк не буду перечислять что сделал этот недочеловек напомню что он похитил двух девушек 14 и 17 лет удерживал их в подвале и насиловал на протяжении четырех лет но это чтобы вы понимали кого пригласила к себе ксения анатольевна вот что меня больше всего изумило в этой истории то что одна из девочек родила прямо в подвале от этого маньяка вторая принимала роды а ребенку люлькой служил чемодан и вот за это этому не люди дали всего 17 лет вот вы только представьте за все это 17 лет а далее освобождение вот после освобождения тот самый маньяка должен был отправиться на телеэфир и телеканалы постарались однако после возмущения общественности что называется свернули деятельности тогда он пошел ксении анатольевны знаете даже читать о злодеяниях этого преступника невыносимо кадры оперативных хроник действуют точно иголки под ногти честно сказать я сам хотел промолчать о данной истории дабы лишний раз не анонсировать зло но понимаете это тот случай когда нельзя молчать ну просто нельзя потому что зло она не просто лезет в окно она лезет к нам в двери вот что на самом деле делает собчак самое отвратительное в этом ролике это бесконечная звенящая пошлость потому что ведущая красуется на фоне маньяка превращает трагедию вульгарный и пошлой воды вид какие-то ходы из дешевых сериала вроде он идет на могилку матери этот нелюдь какие-то бесконечные глупые вопросы глупые хихиканье и конечно фишка это цвет наряда госпожи собчак под цвет обоев в жилище маньяка да уж верно говорят отпуст все черти здесь действительно похоже на то и вот тут возникает вопрос ради которого я и стал обсуждать данную тему можно ли нужно ли показывать зло если все-таки да то есть обязательные условия необходимо делать это глубоко и талантливо ведь фильма маньяках не редкость однако это очень разное кино есть фастфуд ширпотрепа есть классические молчание ягнят 7 есть наконец фундаментальная психа и вот зло там показано максимально убедительно показано так что мы хотим с ним бороться вот что важно а к слову два западных фильма от чикатило и веленко и гражданин x они провалились впрочем не стоит забывать что новое российское кино это подзабытое голливудское старое вот только знаете ли не получилось из ксении собчак кларисы старлинг все шло правильно вы сделали весьма ловкую попытку войти в доверие поведав неудобная правда микси и вдруг столь неуклюжий переход к вашей анкете как грубо в журналистике как и в любой другой профессии есть свои правила и люди приходящие в журналистику делающий вид что они журналисты аксения анатольевна кто угодно но не журналист они должны соблюдать эти правила более того здесь есть свои табу и одно из них то что давать слово террористу маньяку нельзя нельзя ни при каких обстоятельствах потому что это слово которое ты ему дал этого не люди отчеловечивает допустить этого нельзя допустишь и зритель впустит в себя зло и установка так делать нельзя ни при каких обстоятельствах уйдет из сознания зрителя впрочем собчак и иже с ней прут еще дальше они не просто стирают эту установку эти табу наоборот они говорят делай так твори мерзость и тебя покажут прямом эфире в прайм-тайм более того тебе за это еще заплатят и вот эта трагедия нашего общества то что видят не изобретателя не героя примеру вытащившего ребенка из пылающего дома не инженера а красующегося не раскаявшегося злодея и платят ему за это вот что самое страшное и героя знаете ли вам не покажут а может быть вы сами о нем не спросить вот тут я вспоминаю известную фразу ницше сатана старый релятивист это очень важная мысль что она означает назначает то что в определенный момент наше общество приняло за догму за правило известный тезис ролана барта о том что все мнения одинаковые важны абсолютно все конечно это очень приятный тезис ну смотрите не учу недоросли очень классно когда его человека очень часто без совести и даже образования ценят ровно настолько же насколько ценят примеру святого или академика все мнения важны нет правильного и неправильного все зависит исключительно от точки зрения вот какую мораль мораль хайпа и потребления мы восприняли и тем самым подписали себе смертный приговор потому что как говорил литературный герой эркюль пуаро есть вещи правильные есть вещи неправильно все остальное придумал человек дабы оправдать собственную слабость придумал чтобы забыть по главным а вспомнить на самом деле стоило бы и тут я не стану сыпать великомудрыми цитатами из седобородых классиков а вспомню простое но очень важное стихотворение вы все помните его из детства начинается она так крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо и что такое плохо так вот наше общество все больше напоминает этого самого кроху испорченного заигравшегося кроху которому гордыня мешает спросить о самом главном мешает понять самое главное что тут скажешь зря очень-очень зря ну и по традиции я завершаю программу рубрикой герой нашего времени которая сегодня будет особенно контрастировать с тем что я сказал выше так вот в рубрике герой нашего времени водитель троллейбуса марина водитель из симферопии то очень милая история которую я хочу поделиться в общем троллейбус симферополе зашла мама с особенным сыном ну сыном на инвалидной коляске обычно они ездили на автомобиле но тут автомобиль сломался и пришлось ехать троллейбусом ребенок испугался людей стал плакать кричать в общем истерить остальные пассажиры начали возмущаться и мама уже в панике собиралась выходить сыном из троллейбуса когда к мальчику подошла марина и шепнула ему что-то на ухо потом выяснилось что шепнула она тому мальчику инвалиду что он самый классный и красивый пассажир в троллейбусе малыш сразу же успокоился и доехал без истерик с радостью даже до нужной остановки вот такая милая история которая лишний раз заставляет вспомнить о том что правильно пели битлы all you need is love ну и конечно немножечко доброты это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подорожает литературе удачи вам любви терпения и побольше вам доброты